Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Я думала, стоит ли мне делать сегодня вновь длинное представление нашей программы, но решила немножечко отойти от этой традиции. В какую сторону? Быть краткой. И предоставить слово вам. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы по-прежнему по вторникам выходим в эфир, в прямой эфир. Мы ждем ваших звонков, ваших каких-то вопросов. Мы по-прежнему пытаемся с Еленой поговорить о психологии, о психотерапии, о каких-то вопросах, которые иногда, кажется, психологии к психотерапии не имеют отношения. Но если это вопросы человеческие, мне трудно представить вопросы, где человек не участвует. Если это вопросы человеческие, там всегда есть человеческая психология, там всегда есть человеческая какая-то проблематика, какая-то собственная темы какие-то собственные, собственные вопросы. И, в общем, почему я сейчас так говорю? Потому что, ну, по традиции, опять же, мы стараемся, говоря о психологии и психотерапии, посмотреть на этот вопрос немножко шире, нежели как только на вопрос проблем и патологии. Ну, к психологам приходят с проблемами, да, если это консультативный психолог, если это, там, психолог по профессиональной ориентации, то он тоже какую-то проблематику, если это тренинговый психолог, он же там тренирует, но это всегда какой-то вопрос к кому-то, да. Вот. И мы стараемся выйти за пределы проблематики и патологии, если мы говорим о психотерапии, и, в общем, стараемся решать какие-то вопросы, обсуждать какие-то вопросы, которые, в общем, не являются проблемными, но в себе психологию содержат. Я думаю, вы со мной согласны, да? Да, я согласна с вами, Алексей. В прошлой программе мы говорили о росте личности и пытались разобраться с этим, как вообще понять, растет ли личность и за счет чего она растет. На ваш взгляд, нам есть о чем продолжать этот разговор? Ну, я прошу вас напомнить телефон нашим зрителям. Вдруг они захотят позвонить. Вы помните его? Телефон студии 202-11-22, он появляется на экранах ваших телевизоров. Звоните, мы в прямом эфире готовы отвечать на ваши вопросы. Да, спасибо, Елена. Ну, потому что, как бы мы с вами здесь что-то не обсуждали, интересное, может быть, для наших зрителей, ну, для меня интересное, да? У нас всегда есть такая дверь, в которую можно, семизначная дверь, в код, который известен, и можно к нам заглянуть. По поводу личностного роста. Я бы вот куда направил наш сегодняшний разговор. Опять же, в интересную для меня сторону. Вот в какую. В сторону того, о чем в прошлый раз я немножко к вам, как это сказать, приставал, наверное, не то слово, пытался расшифровать, да? А что вы имеете в виду под словом личностный рост? Да, я, наверное, даже рекомендовала бы нашим телезрителям посмотреть прошлую программу, потому что мы с Алексеем тут разыграли мини-сценку, пациентка, психотерапевт, и как-то попытались задавать вопросы, искать ответы на них. Ну, приближенно, как это могло бы произойти в кабинете у психотерапевта? Да, и вот в какую сторону от вопроса, что иметь в виду под личностным ростом, я бы хотел шагнуть. Это, в общем, вопрос понимания. На мой взгляд, один из самых важных вопросов в кабинете психотерапевта-психолога, вопрос, который явно или неявно существует там, где два человека собираются и что-то обсуждают. Это вопрос понимания. Один человек говорит, вот я хочу личностный рост, да? И другой его как-то понимает. Ну, что имеет в виду тот человек, который об этом говорит? А тот человек, который говорит про личностный рост, тоже как-то понимает, его поняли или не поняли, да? Если его не поняли, он еще раз это повторяет, ну, как-то по-другому. Может быть, еще раз, еще раз. Мы такое видим ведь не обязательно в каких-то особых условиях, которыми является, опять же, прием психотерапевта. Мы это видим повсеместно, где люди общаются друг с другом, где они друг другу что-то иногда на разные лады, но что-то одно и то же говорят. Мы, мне кажется, с вами касались… Как будто вся его нужда или вся его проблематика, весь его запрос, как иногда говорят в психологии, крутится вокруг отношений с работодателем. И через какое-то время… Говорит об этом, в общем, достаточно обстоятельно, минут 10, да, психотерапевт его слушает. И через какое-то время психотерапевт ему, психолог, да, говорит, ну, слушайте, я понял вас, давайте, ну, мы как-то, может быть, что-то переключимся, что у вас, какие у вас отношения с супругой, какие у вас отношения с отцом, ну, с супругой, если есть, да, с отцом, с матерью, ну, какие-то, может быть. И он замечает, что, специалист, что через некоторое время мужчина снова возвращается к вопросу отношений с работодателем. И таких заходов после, ну, скажем так, уводящих в другие сферы вопросов может быть несколько. И что в таком моменте можно сказать? Можно предположить, что специалист подумал, что он уже услышал, в чем проблема с работодателем, но по каким-то причинам его посетитель продолжает ему об этом рассказывать. Ну, как будто человеку, который не до конца понял. Ну, впервые слышат там, да, об этой проблеме? Я полагаю, что в этой ситуации, вы попросили пример, это пример ситуации, когда посетитель, когда будущий клиент или пациент, который еще не стал пока, да, пациентом, пока не имеет такого ощущения, что его поняли хорошо, и он возвращается. То есть специалисты это может через некоторое время вогнать в скуку, начать сердить, рождать в голове какие-то умные идеи по поводу диагноза. Ну, раз мужчина такой обстоятельный и так далее, да, какой-то ему диагноз прилепить. И таким образом вот уходить от этого понимания. Этот мужчина может возвращаться к этой теме раз за разом. То есть речь идет о том, что тут можно... Я почему сейчас об этом, может быть, немножко обстоятельно рассказываю. На выходных я был участником супервизионного семинара. Что такое для наших зрителей супервизионный семинар? Специалисты, ну, в силу необходимости, периодически свои сложные какие-то истории на рабочем месте обсуждают в кругу коллег. Мы тоже с вами об этом как-то говорили. Для этого есть определенные технологии обсуждения. Они связаны, эти технологии, как с форматом обсуждения, так и с вопросами конфиденциальности. То есть там не раскрываются вопросы. Это реальные вопросы сложных терапевтических каких-то консультативных ситуаций. Но они не раскрывают конфиденциальности тех людей, которые приходят к специалистам. Ну, то есть приложить эту историю к какому-то конкретному человеку практически невозможно. Распознать и увязать, что ой, а это вот мой сосед там Вася Петров, а это специалист как раз рассказывает про него. То есть там соблюдены все правила, чтобы этого не произошло. Соблюдены все правила, включая то, что этот человек-посетитель никаким образом не обозначается по фамилии, по имени и так далее. Но я скажу вам больше, Елен, я думаю, что и он опознан не может быть в принципе, этот посетитель. Потому что когда коллеги обсуждают сложные для них случаи, они обсуждают ведь не самих своих пациентов или клиентов. Это важно, на мой взгляд. Они обсуждают свои представления об этих пациентах и клиентах. Ну, то есть когда я, например, с кем-то соберусь и буду обсуждать вас, ну, вдруг, если такое случится, да, то обсуждать буду я не вас, а свое представление о вас. То есть то, что я про вас думаю, что я про вас чувствую, если это будет в рамках вот этой профессиональной… То есть по идее, если я соберусь обсуждать вас с кем-то, у меня по большому счету нет оснований сказать, я знаю, какой он. Я думаю, что по большому счету да, и мы с вами такую дверку в интересную реальность открываем, где мы, возможно, знаем тексты, я, по крайней мере, вспоминаю несколько текстов, где, в общем, идея того, знаю ли я близкого человека, обыгрывается. Да, то есть насколько хорошо мы знаем друг друга или мы думаем, что мы знаем. Ну, это немножко другая тема, но очень интересная, на мой взгляд. Мы немного уходим дальше от того, с чего начали. Да, вот я бы хотел вернуться в связи с этим. Вот, и мало того, коллеги обсуждают не столько… У нас звонок, Алексей. А, ну, отлично. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела вас дать, скорее, коллеги Алексееву. Ну, вопрос… Как вас зовут, извините? Ольга. Ольга, ага. Какому специалисту, по крайней мере, в каких направлениях, лучше бы обратиться за тем, что, ну, здесь мы называем лично самостоятельно. Ага. А что вы называете личностным ростом, если можно, Ольга? Какие у вас идеи по этому поводу? Ну, я бы, по словам из Наталья Хорни, книга, по-моему, да, Ильич, по-моему, он такая, заменяющая гуманистов… И психоаналитиков. Ага. Да, 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 да. Хотя гуманисты говорили, как по-моему, я и психоаналитист, или и георист, но, в общем-то, это сделано. Как-то так. Угу. Вот. Телепречитая гуманистически ориентированность, кстати. И вот в первую очередь, я один из, ну, день рождения, Абраком Карлевым, по-моему, ну, такой веникальничек, скажем. Справедливо. Мало кто его учитывал, так же, как Хоплин. Угу. Например, только в цитатах в основном как-то, либо, ну, Алексей. И я думаю, что ваше, ну, мнение профессиональное, эффектное, интервьюзерское. Вот. Где… Личный СРУ, конечно, клиенты, можно так называть, понимаешь, что-то свое, у меня не консеренция, у меня клиенты. Вот я как раз об этом. Ага. Да, 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 да. И… Вот ваша версия, кто это? Потому что дискредитированные получи, дискредитированные там, извините, бульгальные психоаналитики всех власти. У нас их много, кстати. Ага. И… Именно саморазвитие одной из сторон личностного роста. Угу. Кому лучше идти? Ваша версия. Спасибо. Спасибо, Ольга, за вопрос. Спасибо за вопрос. Может быть, еще что-то уточним у Ольги? Или будем отвечать на вопрос? Да, я бы ответил. Я так попробовал спросить. Я думаю, что если у Ольги будет желание спросить, что думает Ольга, да, под этим личным… В общем, она, собственно, и ответила. И мы об этом тоже говорим. Как я понял, ответил, да. Что… Сказал ключевую фразу, что наши клиенты, пациенты… Люди, которые к нам приходят под личностным… Упаковывая это все в… Такую фразу… Такую распространенную очень… Такую распространенную очень… Личностный рост, да. Сейчас… В чем дело, в связи с чем… Что такое, и зачем он ей понадобился, как она это понимает, я ее спрашиваю, да. Она говорит, вы знаете, я сейчас в отношениях с мужчиной, но мне он не нравится. Он, в общем, из-за такой не очень высокой социальной, как это сказать, страты, да, категории, он выпивает очень часто, он употребляет наркотики. В общем, так это… Не очень верен, если можно так сказать, да. Хотя тут либо верен, либо неверен. Не очень, наверное, как с рыбой бывает, да, второй свежести. Вот. И она формулирует это примерно таким образом, что если я личностно подрасту, я, возможно, смогу себе выбрать партнера из более высокой… Ну, и более высокого ранга. Так работает ее ум, так работает ее понимание, да. Ну, ее представление не только о себе, но и о том, как это вы работало с ней. Как это возможно, да. Да. Вот. И скажете ли вы, что именно личностный рост ей нужен в этот момент? Ну, подтвердите, да. То есть мне… Почему я об этом спрашиваю? Мне за этим… Запросом слышится другое, да. Да. Личностный рост – это средство, ну, нечто. Сделайте со мной нечто, или сделайте для меня нечто, или давайте вместе сделаем нечто, чтобы я смогла найти другого партнера. Другого, не знаю, достойного, равного… Я думаю, как раз вопрос Ольги-то, да, к какому специалисту идти? И, ну, потенциально мы можем предположить, что такая клиентка или пациентка может прийти к любому из специалистов, которого она найдет на сайтах, в соцсетях или там в диспансере. И там, наверное, будет зависеть, в какой парадигме этот специалист работает. Я думаю, что будет зависеть… Или то, как специалист тоже понимает, что такое личностный рост. – Безусловно, Елена, безусловно. Это все важно, и Ольга об этом сказала. Но я бы не упирал здесь на парадигмы. Я думаю, что тот самый некий рост или движение к тем целям, которые для себя человек видит, произойдут у него со специалистом, который, на его взгляд, будет его понимать, ну, где будет взаимное понимание, да, этот специалист будет вполне себе компетентен. Я сейчас немножко за скобки про компетентность. Тут много разговоров, но помимо того, что у нас как-то размытые границы компетентности специалистов, все-таки некоторые аспекты того, что специалист может быть компетентен, есть. Ну, то есть, у него есть образование, у него есть стаж или опыт работы, о которых вы можете спросить. Мы с вами тоже об этом говорили, да? – Да, говорили. – Он работает, может быть, в какой-то большой организации, ну, или не очень большой, да, где есть сайт, и на этом сайте можно посмотреть его документацию. Он, в общем, наверное, не принимает где-то в кафе, в ресторанах, в автомобилях, ну, где-то на бегу, да, или у себя дома, вот, где-то у него есть какое-то место. Он, этот специалист, принадлежит какому-то сообществу специалистов, и это можно посмотреть, ну, на каких-то сайтах, да, поскольку сейчас это все хоть и разнесено, но все-таки. Он выступает на конференциях, у него выходят статьи. Ну, в общем, видно, что он по разным направлениям. Вот. И это, конечно, не всегда простой путь, но его нужно совершать или стоит совершать при обращении. Так вот, возвращаясь к вопросу Ольги, я думаю, что это тот самый, те самые вопросы, которые ставятся под вопросом личностного роста, могут решаться с разными специалистами. То есть, речь не в их… Парадигме. …принадлежности к парадигмам, да. Ну, я не знаю. В конце концов, читать Кайрон Хорни, о которой сказала Ольга, и личностно расти – это, ну, что бы мы не понимали под этим, ну, что-то немножко лучше понимать про отношения людей друг с другом, что-то немножко лучше понимать про самого себя, про свои переживания, про свои мысли. Вполне может быть, личностным ростом, без обращения к кому-то специалисту. У нее и книга есть, если я не ошибаюсь, то ли саморазвитие, то ли самопознание как-то вот называется. Ну, вот Ольга ее упомянула, да. В переводе по-разному можно, да. Вот. И как раз я вот об этом… Вот этот… У нас сегодня две с вами идеи, на которых я пытаюсь остановить внимание. То есть есть тот самый пресловутый личностный рост и попытка понять, а что человек под этим понимает, да. Понять специалисту, да. А что вы хотите, куда вы его хотите, как вы его хотите. Вы хотите на стену повесить. Ну, там, четвертая ступень, чего-то там. Я хочу еще третью добавить сюда вот это вот для понимания или еще больше, наверное, запутать, возможно. Вы упомянули про цели клиента, пациента, да, на личностный рост. А я хотела тоже сузить и понять, человек приходит к психотерапевту или к психологу, неважно. У него цель личностного роста, и тогда специалисту нужно… Нужно ли, не нужно разобраться. Это его цель вот прям по жизни или это цель только вот на психотерапию? То есть надо ли на этом акцент делать, ну, самому человеку, то есть сужать этот запрос. Вот я пришел к вам, я готова там, не знаю, ходить десять встреч или один год, и тогда вот моя цель… Ну, не знаю, подрасти в отношениях с людьми, там, или с начальством, или там с супругом. Или вот у меня общая такая цель, размытый достаточно по жизни, вот личностный рост, где в том числе я там интеллектуально подрасту, буду в другом круге лиц общаться. Если вот так категорично, может быть, разделять, по большому счету, личностный рост – это не цель психотерапии. Вот. Уже. Я думаю, что личностный рост, так как мы его понимаем, как я, может быть, понимаю, да, как возможность человека развиваться в тех или иных направлениях продуктивно, да, и быть более, там, успешным и так далее, в своем понимании, я думаю, что эта программа, ну, возможно, всей жизни человека, да, вот как-то, как-то так двигаться, как-то, может быть, совершенствоваться или превращаться из проекта, ну, как, может быть, сказали бы экзистенциалисты, которых сегодня мы упоминали, как, может быть, Сартер бы сказал, да, превращаться из проекта в воплощение этого проекта, да. То есть мы как проект существуем, но этот проект еще нужно довести до реализации, да, и мы этим, собственно, занимаемся. Вот. Поэтому в этом смысле личностный рост не цель психотерапии. Я думаю, что не цель проблемного психологического консультирования. Но удивительным образом, когда люди приходят на хорошую, внятную психотерапию, групповую, индивидуальную, психоаналитическую, да, или экзистенциальную, ставят для себя какие-то другие вопросы, связанные с тревогой, с бессонницей, с… Я не знаю, внутренние конфликты, да, какие-то противоречия. Когда они ходят и двигаются в этих целях, они личностно растут, если можно так. При этом, даже если у них нет этой самоцели, сформулированной таким образом. Мне нужен личностный рост. Ну, в общем, да. И я думаю, что таким образом не случайно, потому что если мы начинаем предметно разговаривать, то тот самый рост, он, ну, должен быть конкретизирован, что именно вы хотите. То есть это всегда, мы в прошлый раз, я попробовал для себя сформулировать эту, ну, максимум, может быть, да, или какой-то… Да, вы пытались у меня еще спросить, как я буду оценивать, выросла я уже или нет, да, то есть критерии эффективности, по сути, вот этого самого роста. Психотерапия – это искусство конкретного, это искусство реального, или это работа в конкретном и в реальном, да. И вот когда мы эту большую идею о некотором… Там, ну, по крайней мере, по моему опыту, там за этой идеей хочу замуж, да, хочу, чтобы заработать много денег, там еще чего-то, да, такие какие-то глобалистские вещи. «Хочу быть успешным», «Хочу быть уверенным», «Хочу быть успешным», да, еще что-то. Это… За этим, ну, всегда стоят какие-то более понятные для человека и более конкретные моменты. И важным является здесь, на мой взгляд, в работе со специалистом дойти до этих моментов. «Хочу быть успешным». Поэтому, отвечая на вопрос Ольги, это не какие-то направления, это не какие-то, как это сказать, ареалы специалистов, коучи, там еще кто-то, да. Мы можем заявлять все, что угодно, ну, всякие красивые вещи, да. – это вот определенного рода работа. Если она совершается, может быть, даже под маской наставничества какого-то, да, кто-то… – То есть, нужен специалист, как Вы обозначили, который поймет? – Нужен специалист… – Ну, в представлении заказчика, да, условно говоря, клиентов, пациентов. – Я думаю… – Абсолютно. Я бы, наверное, так это коротко сформулировал. Нужен специалист, который будет видеть не идею, а человека. Не ту идею, которую человек высказывает, а того человека, который высказывает идею. И разбираться, а что он в эту идею вкладывает. И давать понять, если он это как-то уловил, давать понять человеку, что он это понял, ну, если это понимание возникает. Зачем это понимание нужно? Я коротко. – Очень коротко. – Для того, чтобы они вместе двинулись к обозначенным реалистичным целям, да. Если они друг другу пожали руки, я пришел за личностным ростом. Окей, я вас отведу. Жмем руки, и начинается кутерьма, потому что непонятно, куда идет. У специалиста одно представление о личностном росте, у клиента другое, и начинаются, в общем, пляски вокруг всего, чего возможно. – Спасибо, Алексей, за интересную беседу. – Спасибо. – Спасибо большое Ольге за звонок. – Спасибо, Ольга. – Вы прям внесли такой живости, обратной связи нам добавили. Берегите себя, растите личностно или в других каких-то направлениях. – Ну, иногда отдыхайте от этого личностного роста. Всего доброго. – Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова